С бездействием управляющей компании и городских властей столкнулись жители одного из домов Волгограда. Неудобства, которые доставляет протекающая крыша, не устраняются в течение долгих лет. А теперь в доме без ведома жильцов сменилась и управляющая компания. Подробности с улицы Дзержинского у Екатерины Караваевой. Этот дом по улице Дзержинского в тракторозаводском районе Волгограда не ремонтировали с момента постройки. Без малого 60 лет. Неудивительно, что жильцы буквально на себе испытывают все прелести погодных перемен. Осенью в сезон дождей сначала сдается крыша. Первая протечка воды случилась пять лет назад. Это стало особенно ощутимым для жильцов пятого этажа. По словам хозяйки муниципальной квартиры Зои Ивачевой, они сразу стали писать жалобы в управляющую компанию. Управляющая компания, которая занималась управлением нашим домом, ничего не делала в течение этих пяти лет. Но везде, я жаловалась в разные инстанции с просьбой оказать мне содействие, но везде получала ответ, что все хорошо. По данным управляющей компании, ремонт над вашей квартирой выполнен. Но на самом деле ничего нет. Власти города тоже не спешили оказывать жильцам помощь. Тогда люди обратились в суд, который постановил, управляющая компания должна отремонтировать крышу. Однако возникла другая сложность. Коммунальщики объявили себя банкротами, а на смену пришла другая УК. Причем без согласования этого решения с жильцами. Местные чиновники снова бездействовали. Теперь с ними разбирается госжилнадзор. Проведя проверку уже деятельности администрации города Волгограда, нами было установлено, что на протяжении длительного времени не принимаются меры к управляющей организации со стороны органов власти. Хотя у них есть полномочия и возбуждать административные дела, и применять меры административного воздействия. В данном случае со стороны региональных властей в отношении виновных лиц, которые допустили бездействие со стороны города Волгограда, будут приняты меры административного воздействия. Также будут выданы исполнительные документы по ремонту кровли, которые будут уже в кратчайшие сроки с учетом осенне-зимнего периода. Беспредел коммунальщиков в Волгограде, низкое качество услуг, отсутствие контроля со стороны местной власти. А иногда и прямая заинтересованность чиновников в том, чтобы защищать не жильцов, а интересы управляющей компанией. Все эти факты, считают волгоградцы, давно стали визитной карточкой местного ЖКХ. Антикризисный рецепт один. Нужно ломать систему, принимать кадровые решения в отрасли, чтобы освободить волгоградскую коммуналку от коррупции и криминала, которые процветают здесь на протяжении многих лет. Екатерина Караваева, Алексей Лунев, телекомпания Ахтуба.